Подарочек на Новый год в офисах ограничат поход в туалет тремя минутами. В мире 28 декабря 10-19 подарочек на Новый год в офисах ограничат поход в туалет тремя минутами. На Западе придумали унитазы, которые заставят справлять нужду очень быстро. Александр Ситников. Комментарии в просмотров. Фото. Агентство Bloomberg сообщило о морской тусовке около острова Сейнбард в Карибском море, где собралось более 50 роскошных яхт. Первые лодки миллиардеров прибыли еще 16 ноября. Среди них выделяется яхта Eglips, принадлежавшая Роману Абрамовичу, бывшему начальнику Чикотки, а ныне хозяину футбольного клуба Chelsea. Bloomberg, ссылаясь на журнал Market Herald, подчеркивает, что русский олигарх Абрамович тратит на ежегодное содержание свой яхты доллар 65 миллионов, или 4 миллиарда рублей, что много даже по меркам американских магнатов. Компанию 162-метровой Eglips Абрамовича составят яхты Ocean Victory. Виктора Рашникова, основного владельца ММК, и Дмитрия Рыболовлева, в прошлом калийного олигарха, владельца Уралкалия. Там же бросили якорь лодки Ace и Alphanero. Первая принадлежит Юрию Косику, другу Петра Порошенко и по совместительству украинскому аграрному магнату, вторая Андрею Гурьеву, основному владельцу Fasagro. По информации американского гламурного журнала Vogue, толстосумы, в том числе и российские, выбрали остров Сент-Барту не только за рай на земле, но и потому, что туда нет прямых рейсов. Добраться можно только личным самолетом или на собственной яхте. По этой причине даже миллионерам там делать нечего. К примеру, пляж Shell, где купаются олигархи, является собой сверхдорогой ресторан под открытым небом с армией официантов. Ужин на двоих может запросто потянуть на доллар 25 тысяч, или 1,6 миллиона. Обобранный Газпром продолжает строить яхты и дворцы затраты на строительство элитарных зон отдыха для национального достояния тоже капля в море. Что интересно, Bloomberg, комментируя новогодний саммит миллиардеров, отмечает, что спрос на яхты снижается, в частности, в этом году заказы на них упали на 15%, что заставляет проектировщиков и производителей плавающих дворцов с беспокойством смотреть на 2020 год. Мол, бизнесу стало труднее зарабатывать деньги, что, впрочем, не относится к толстосумам вроде Абрамовича. Заказы на 25 вопросительный знак 30 метровые снижаются, однако на гигантские лодки типа «Эклепс», напротив, стабильны. Другими словами, ярмарка тщеславия среди самых богатых людей планеты не сбавляет обороты. Это в свою очередь имеет самое прямое отношение уже к ужесточению эксплуатации работников, или, как витиевато говорят либеральные экономисты, стимулируют топ-менеджеров к поиску решений по росту производительности труда. По иронии судьбы, в то самое время, когда олигархи собрались на зимние каникулы, начавшиеся, повторим, еще в середине ноября, в западных СМИ прокатилась волна публикаций, посвященных новинке, которая как раз и должна обеспечить рост производительности труда и, следовательно, еще более райскую жизнь членам списка «Форбс». Возможно, кому-то это покажется смешно, хотя на самом деле очень грустно. Речь идет об унитазах, сконструированных таких образом, чтобы работники быстрее возвращались к своим трудовым обязанностям. Как пишет издание Daily Mail, попрощайтесь с утешительными перерывами. Новые туалеты с наклоном вниз предназначены для того, чтобы через пять минут сидеть на них стало невыносимо. Британский стартап Standard Toilet предлагает офисным работодателям установить разработанный ими новый туалет, который наклонен на 13 градусов. По словам изобретателя Махабира Гила, угол подобран таким образом, чтобы не мечтать или не сидеть в сети, иначе станет больно ногам. После этого, уверен стартаповец, сотрудникам захочется встать и вернуться на свое рабочее место. Продержаться на таком чудо-унитазе можно три, максимум пять минут, что, по расчетам, Standard Toilet, достаточно для того, ради чего сотрудник идет в туалет. Ряд офисов уже проявил заинтересованность в наклонных унитазах. Махабир Гилл в интервью журналу Wired Сказал, что работодатели в целом разочарованы тем, что их сотрудники тратят слишком много времени на свои телефоны во время перерывов в туалетной комнате. Считайте сами, два-три похода по 15 вопросительный знак 20 минут до обеду, и столько же после приводит к потере двух часов рабочего времени, что снижает результативность офисного сотрудника на четверть. Если же все сделать быстренько, то 5 вопросительный знак 6 отлучек не займут больше 20 минут. Безобразию или не будет положен конец, что и выльется в рост производительности труда. Несмотря на пикантную тему, в социальных сетях разразилась буря возмущения. В комментариях разгниванный офисный планктон не скрывают эмоций. Интересно, повышение производительности труда будет соответствовать повышению заработной платы? Или будем справлять нужду очень быстро, но за прежние деньги? По сути, нам запретят посещать туалет больше, чем на 3 минуты, возмущается один из пользователей. Twitter. Минфин США предупреждает русских. 100-долларовые бумажки опасны для душевного здоровья. ФРС напечатала доллар 1,5 ТРЛН. Левых купюр для иностранных фанатов американских денег. Живем в капсуле, работаем в капсуле, питаемся фастфудом, не занимаемся сексом, не рожаем детей, не радуемся жизни. Теперь еще хотят отобрать несколько минут тишины во время безумного рабочего дня, вторит второй. А как быть тучным людям со слабыми ногами? Они могут получить травму и испачкать одежду. Скатятся с унитаза в самый неподходящий момент. Вот к чему приведет наклонный унитаз. Тогда весь день будет потерян для работы. Думал ли об этом Гилл Исс? Задается вопросом третий. Возможно, ноу-хау от Standard Toilet не получит широкое распространение. Хотя как знать, тем не менее, становится очевидно, что с развалом СССР даже на Западе начинается откат от высокого стандарта жизни. Широким фронтом во всем мире идет наступление на социальные права людей. Даже в таких благополучных странах, как США и Великобритания, появляются одиозные идеи, вроде наклонных унитазов, направленных, по сути, только на усиление эксплуатации. Работодатели начинают вторгаться в личное пространство своих работников, что граничит с издевательством и унижением. И все это делается ради того, чтобы олигархи могли потешить свое тщеславие, как это имеет место на райском острове Сент-Барта. На фоне ужинов за доллар 25 тысяч цинично выглядят любые речи о том, что богатым нельзя увеличивать подоходный налог, зато остальным правильно повышать пенсионный возраст. Новости бизнеса Фобс назвал пятерку наиболее разбогатевших за год российских олигархов в международное положение. США готовят кибератаку против российской элиты, пишут СМИ. СМИ.